Кроме, может быть, книжки Олена Дебенуа Которая, по-моему, так называется Быть язычником Ну и то, она Не идеальная, конечно Это просто плюс-минус легитимная Точка зрения какая-то Нефрическое говно про анунаков Поэтому нет, если ты покупаешь Книжку про язычество, ты, скорее всего, покупаешь говно По какой причине, Нидсший Хайдегер Языческие теологи, я не говорил, что они Языческие теологи, я говорил, что они полезны Для язычника в изучении С моей точки зрения Нидсший Хайдегер Ну, Нидсший, во-первых Против, в принципе, христианства И за язычество То есть это у него написано, бля, везде Вот нахуй везде Это, во-первых То есть Нидсший, он помогает понять, откуда взялось христианство Он там только с исламом обосрался немного А так Все по делу Хайдегер Это уже посложнее Хайдегер, он предлагает Новый ход мысли Который позволяет человеку выйти из, скорее, уже постхристианской философии То есть выйти из топики Декарта и так далее Это тоже полезно Для того, чтобы как-нибудь перейти в, возможно, некое подобие дохристианской топики Ну и, конечно же Я, если честно Я не помню, чтобы он вообще что-то писал про Аристотеля Про Платона У него много плохого написано В основном в том ключе, что христианство Это платонизм для масс То есть Платон Это важная претеча для появления впоследствии Иисуса, апостола Павла и прочих деятелей Это во-первых Во-вторых, то, что Ницше кого-то засрал Это не критерий То есть толковые люди могут друг друга засирать Но надо считаться с обеими точками зрения и мыслить диалектически Вот это, кстати, было бы в духе десократиков На маленьком плоту пойду пасу Продолжение следует... Продолжение следует...